Привет, фанаты шахмат! Фанатики Путина идут за кораблем, а мы продолжаем изучать шахматы. И сегодня я покажу вам пару партий моего ученика, одного из учеников. У него рейтинг всего лишь 1100 примерно. А играет он, вы увидите, такую партию в принципе не грех сыграть и с рейтингом 2000, например. Конь Ф6, напали на центральную пешку, он ее защищает. У белых хороший центр. Конь С6, слон Б5, тоже интересный вот такой вот подход. А6 и разменивает этого слона и у белых уже лучше. Почему? Потому что вот этот слон пока скрыт грядой вот этой пешечной. А даже если он там выйдет после А5, то на этой диагонали ему делать просто нечего. С4. Белые строят большой такой центр. Можно было тут сыграть, точнее было Е5, конь Д5, слон Ж5, Ф6. Разменяться и напасть еще раз на этого связанного коня. Например, рокировка. И погнали. Аж 4. Ферзь Е8, например, развязались. Разменялись. И Ферзь Д2, длинная рокировка. Аж 5. Вот. Вскрываем линию и атакуем, ставим мат королю. Вот такую схему можно было. Но С4, позиционный подход, тоже отлично. Д5, Ферзь А4. Он заметил сразу же вот такую слабость. А тут и ладья может повиснуть. Правда, там будет слон Д7 и Ферзь защитит ее. Но в любом случае пешку эту можно атаковать. А слон атакует еще и другую пешку, С7. Там можно две пешки съесть. Поэтому рокировка. Защитить эту пешку черные, конечно же, наверное, не могли. Потому что конь Е5 и пешка падает. В любом случае. Рокировка. Забрал он просто эту пешку. Можно было и вот так вот сыграть Е5. Как я вам рассказывал. То есть вот этого слона оставить в дураках. Так советует компьютер. Но и забрать эту пешку тоже неплохо. Напали на следующую. ДЕ. И соперник просто зевнул ладью. Дальше уже смотреть неинтересно. Но вот так вот играют обычно с рейтингом 1000. 1100 даже. То есть зевают фигуры. Мой ученик сыграл отлично. И смотрим вторую партию. Которая вообще там безошибочная. Намного красивее. И так смотрим вторую партию Константина. Это моего ученика. С рейтингом 1100 на лечес. Но проводит он ее намного лучше. Чем его соперник. Костя тут сыграл слон b5 шаг. Я бы сыграл c4. Чтобы оказывать вот такое сильное давление на центр. И примерный вариант. Не обязательно из-за черных конечно же. Вот так вот размениваемся. С угрозами. Слон c4. И угроза выиграть ладью или коня. Слон b5 вроде бы смотрится хорошо. Выписали шаг. Но находится ход слон d7. И если разменять. А приходится наверное разменять. Отходить ему не хотелось. Хотя это был лучший ход. Сопернику надо было просто взять конем. Контролировать поле e5. Но соперник забирает ферзем. Конечно же Костя устремляется вперед конем. И на ферзь f5 уже можно было выигрывать пешку. Тут например вот так вот. Вот нападаем. То есть с разгромом. Он сходил тоже хороший ход g4. Чуть похуже чем тот. Но все равно нападает на центр. Опять таки грозит взятие вот этой пешки потом на d5. И соперник естественно как этой для 1100 и положено зевнул. Зевнул фигуру. g6. Смотрите опять таки. Костя использует связку. Вот. Забирает тут все. Тоже готовит вскрытый шаг. Конь c6. И конь e5 шаг. Шаг. Нападает. Давайте просто досмотрим уже. Красиво. Опять таки связывает. Нападает на слона. Забирает. И дальше уже смотреть не обязательно. Вот такая вот красивая победа. 1100. Понравилось? Ставим лайки. Записываемся на обучение. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.